Владимир Семенко, литературовед, главный редактор православного информационно-аналитического портала Аминь, был старшим научным сотрудником Института религиозных и социальных исследований РАН. Из-под его пера вышло много исследовательских книг по истории, культурологии, политологии. В поле зрения Владимира Петровича – новейшая история России и история революции. По словам писателя, эти темы его заинтересовали потому, что он захотел узнать, как же всё было на самом деле. «Американский исследователь Антонисатон говорил, что все учебники, он со своей позиции говорил, как советские, так и наши, то есть их американские, западные, учебники рассказывают, что всё не так, как было на самом деле. Существует целый ряд стереотипов, касающихся, например, такого события судьбоносного, как революция в России. Там есть целый ряд клише». В ходе встречи с сыровскими читателями в библиотеке Маяковского состоялась презентация книги Владимира Семенко «Война с Россией. Большевики на службе у мировой закулисы». В издании автор затронул темы, связанные с ключевыми страницами истории русской революции. Такие как финансирование большевиков крупнейшими международными банкирами, участие элитных военных в вооружённом перевороте октября 1917 года, создание советской индустрии за счёт западных технологий и другие. Владимир Семенко видит своей целью разрушение стереотипов и устоявшихся взглядов. «Большевизм, я, в частности, показываю вот в этой книге, о которой я буду сегодня рассказывать, это ранний извод глобализма. Целый ряд параллелей существует между тем, что говорят сегодняшние глобалистские идеологи, и тем, что говорили Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и другие. Ну, вообще, ведущие коммунисты всегда были связаны с финансовым капиталом. Манифест коммунистической партии написан Марксом Энгельсом по заказу клана Ротшильду. Это заказ финансистов». В заключительной части мероприятия у гостей была возможность задать вопросы и приобрести книгу с автографом автора. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.